короче мы на границе украины с молдовой решили в этом году сгонять посмотреть кишинев и может быть что-то еще жизнь тебе нравится в молдове настроение пока непонятно потому что на телефон включилась роуминг и невозможно залезть в инстаграм пока пока не посмотрим сколько чего стоит плюс очень долго долго очень проверяют документы нашли газовый баллон в двери автомобиля нашего баллону лет пять наверно может три ну короче он валяется все время в дверке уже давно просрочно смысле никак не могли вы выкинуть оказалось то что это какое-то прям нарушение солдат вы за рекоменданта въехали мы в молдову границу прошли все хорошо будем ехать смотреть наслаждаться и наконец-то можно выдохнуть и отдыхать продолжайте движение через 200 метров на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд и но и 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 взяли местное такси яндекс такси кстати здесь ты таня спрашивал водителя что здесь можно посмотреть он говорит что здесь можно смотри смотреть говорит ничего тебе говорит смотрите асфальт куда сходить в торговый центр говорит «Сходите, штрафы за превышение скорости». Говорит, ну их можно переписывать. Я, говорит, на дедушку переписываю, он у меня умер. Сегодня в Молдавии строится в расчете на тысячу жителей больше квартир, чем в Англии, США, Франции, Австрии и других высокоразвитых капиталистических странах. Короче, после того, как приехали, зашли поесть, поели. Начался дождь. Мы быстренько перебежали с одной кафешки в другую, посидели там, поэтому я толком ничего не снимал, потому что, ну что снимать, как мы снимем в кафешке, это неинтересно. Дождь продолжает идти, правда, поменьше. Мы завтра собирались из Кишинева выезжать и проехаться по Молдове дальше, по интересным местам. Но так как уже вечерея, мы толком не смотрели Кишинев, мы решили остаться здесь еще на один день. Вот, так что сегодня переночуем, отдохнем, а завтра у нас будет полный день. И, возможно, у меня будет настроение что-нибудь снять. Сейчас настроение вот на съемку, честно, вообще никакого. Хочется просто, просто отдыхать. Доброе утро, это Кишинев, в котором всю ночь лил дождь. И я, либо Мир Борода, который решил все-таки с утра пробежаться. Единственное, что я вообще не знаю этого района, а он не в центре, такой вот. И не знаю, что у меня получится здесь с бегом и не переломаю ли я ноги, но попробую все-таки стоить. Что при этом удивляет, то, что тут на каждом углу урны стоят. Крэмблины через каждые 5-10 метров. И это необязательный центр. Интересно бежать, когда не знаешь, куда. Вот, плюс интернета у меня нету, так как Ромин. Поэтому Страва карту не покажет, она просто показывает отрезочек. На пустом месте, как бы. И ориентируясь просто по километражу. Собственно, сколько пробежал. И когда надо начинать бежать в обратном направлении. Здесь я, наверное, развернусь. А потом еще небольшой кусочек зацеплю. Потому что смотрел карту вчера вечером. Вроде нарисовал маршрут. Сейчас побежал. А не получается ровный такой вот прямоугольник. Как-то дороги немножко в сторону пошли. Может, где-то ошибся. Пробежал я 3 километра, 100 метров. Очень большая горка была в одном месте. Ну и хреновенько, то, что после дождя все дороги мокрые. Приходится оббегать лужи. И тяжелый воздух. Я весь мокрый. Но я это сделал. Сегодня мы из Захолустья, в котором переночевали, переехали в центр. В 2 часа у нас будет заселение. Я надеюсь, будет поинтересней. Сейчас пока нет заселения. Гуляем. Ходили попили кофе. В Тукана кофе. Очень классная кофейня. Очень мне понравилось. Забыл снять там видос. Просто поделал фоточки. Насладился кофе. И кофе настолько хорош, что я чувствую, что часа 3 я даже не захочу пить кофе. Когда ходишь с камерой по Кишиневу, на тебя все смотрят. Тут не принято, наверное, ходить с камерой в нее разговаривать. Что еще? Сегодня утром я бежал и рассказывал про то, что очень много урн на каждом углу. И так это все круто. То есть сейчас мы идем по центру. Прям такая вот центральная-центральная улица. Куча пешеходов. И на протяжении, наверное, пары километров мы не встретили ни одной урны. Что тоже очень интересно. Вот. Классная архитектура. Сказать, чтобы что-то было такое сверхъестественное и прям вау, как впечатляло, пока не скажу. Может быть, впечатлимся чем-то еще. Ну и ходить с камерой везде. И рассказывать про каждое наше движение мне почему-то не хочется. Хочется больше отдохнуть. А, еще очень много обменников на каждом углу. И очень-очень много различной валюты, которые меняют. Если, например, в Николаеве там только евро, доллар и гривна в основном, то здесь, блин, такие списки, короче, что аж думаешь ни хрена себе. Ну, связано с тем, что люди здесь живущие, работают в разных странах. И поэтому вот так. Еще нравятся очень вот эти вот троллейбусы. Они такие симпатичные, интересные и очень так классно смотрятся. Стоило свернуть на параллельную улицу Центральной. И тут уже такое. Мало чем отличается от обычного какого-нибудь провинциального города. Такая вот столица. Таня предлагает походить сегодня по музеям. Еще поставить какие-то достопримечательности. Отведать местную кухню. Нормально выспаться. Ну и завтра валить. Больше тут здесь, в принципе, делать нечего. Второе мае утро в Кишиневе. Сегодня мы свалим. Часик, наверное, через так 3-4. Поедем куда-то дальше. Пока еще даже не решили до конца. Вот. Вчера находили по городу порядка... Ну, у меня трекер показал около 22 километров. Вот. Полумарафон. Ноги немного натерт. Но, как бы, я не знаю, буду я еще в Кишиневе или нет. Поэтому я подумал, что... Не так уж сильно натерты ноги, чтобы отменять утреннюю пробежку в этом городе. Учитывая то, что сейчас мы заселились в центре, есть возможность побегать по центру. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Красиво тут Вот ради таких мест хочется путешествовать, ездить куда-то смотреть Едешь, 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 потом хлоп Такая красота Просто огонь Это круто Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Когда собирались ехать в Беларусь, в Беларусь, Молдову Таня нашла информацию про старый бункер, который строили на случай ядерной войны Который находится в Молдове Большой и интересный И мы решили его посмотреть Благодаря Тане Она нашла этот маршрут Сейчас мы здесь Если бы не она Я бы, конечно, сюда никогда не попал Сейчас посмотрим Что здесь Табличка возгласила, что Вход сюда вообще запрещен Субтитры подогнал «Симон» Интересненькое местечко, конечно Но стрёмно лезть вниз Таких лестниц нет, ничего Плюс, блин, мы не подготовлены к тому, чтобы Лазить по таким местечкам Не в кроссовках, шортах, блин А в белой футболке Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Впечатляет, конечно Там Пиздец, как глубоко Заня-то бросала камешки Так долго летит Потом попадает в воду Много этажей вниз Это вот Второй бункер Металла, бетона, миллионы Все это вот в заброшенном состоянии Для любителей приключений Самое место Ставach Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прям парковушка есть... Пипец, прикинь, там даже сердечко есть... Девочки, сердечко... Я люблю сороку... Да вот тут мы, значит, в Молдове... В Сороках крепость вот эта... А вот Донецтор и на том берегу уже Украина... Но мобильная сеть почему-то не ловит... Украинская я имею ввиду... А так хотелось поймать местного мобильного оператора с Украины... Ну, а не ловит богатой... Не ловит... А, да... И сейчас строят себе... Творцы... Затем держитесь левее... Затем держитесь левее... Затем держитесь левее... Затем держитесь левее... Ну да, домины... Они такие нормальные, блин, отстраивают здесь... Видало, Жень? Здесь все оружие... Затем держитесь левее... Затем держитесь левее... Это просто люди, блин, строят себе дома такие... Прикинь? Здравствуйте... Дворцы... Блин, ну видела, они кучкуются... Осторожно... Вот это Большой театр... С колоннами, блин, такими... Ход... Вот это... Ага... Прикрасиво... Пипец... Задний ход... Самое интересное, что... Большинство домов строится, да? Да... А, я думал... Два километра это граница... Два? Ну, фронтьера это, по идее, граница... Просто документы в багажнике... На Венеце... Венеце, Венеце... Венеце ассоциируется с Герой... Будем сейчас занять запланировать... Не всегда получается поймать Геру в Венеце... Сейчас не планировали ехать в Венеце... И попались сюда... Опять вы, да? Рад видеть, привет... А мы с камерами... Привет... Видишь... Повыдрейшим... Был, но не очень... Немножко помятый... Вот, как вы справились с машиной... Когда ехали уже... Из Молдовы в Украину... Уже даже по Украине... Из Могилева-Подольского... В Венеце... У нас... Случилась... Некоторая поломка с машиной... Мы... Можно сказать... Еле доехали до Венеце... Переночевали... Устали... Особенно Таня устала... Потому что она вела машину... Вот и сегодня с утра в Венеце... Таня... Утро началось с поиска СТО... Собственно, машину нам починили... Вот... Я с... Венеце нам пришлось пробыть... Часиков до трех... Наверное, дня... Вот и мы сели в машину... Уехали... На такой вот... Крутой карьер... В Черепашинце... Вот... Разбили палатку... Отдохнем здесь... Заночуем... Подышим воздухом... Искупаемся... Постараюсь сделать... Каких-то интересных... Фотоснимков... Уже не первый раз... Тестирую свой нож... У него такой вот есть ножик... Мне его прислали китайцы... Типа для обзора... Но обзора я так и не сделал... Здесь у него... На рукоятке типа молоточек... Можно колышки забивать... В землю... От палатки... Вот... Он идет с кресалом... С чехлем... Ну и собственно... Вот такие небольшие ветки... Им очень даже... Нормально рубить... Доброе утро, друзья... Так классно просыпаться... Вот в таких вот местах... Рано утром... Еще нету шести утра... Недалеко деревня... В ней... Поют петухи... Кстати... Как... Красиво стелится... Дымка... Над карьером... Рыбки плавают... Отпускаются... Вообще... Вообще... Эти... Эти... Ja-